как сделать ловушку 0 копеек стоимость подписывайтесь на мой канал есть много вкусных рецептов и смотрите это легко и просто как сделать ловушку для шерстни для мух 0 копеек вам стоит смотрите мне уже плавает несколько то видите азиатические шерстни мушки и бабочки там разные плохие все плавает берете просто бутылку с водой отрезайте чуть выше горлышко переворачивайте внутрь сверху леску или что-то чтобы подвязать вашу бутылку и там когда заехал сироп делайте сироп можно просто сироп водой разбавлять и немножко алкоголя и так ваши шерстни мухи все что в саду влетает ненужное сюда залетают видите как у меня хорошо залетела я покажу как она внутри как зашел внутри этот шершень ведь я блокал 30 руби саду идея папа находясь в рамках переноси арена деревянской обуви все условно операторе А, это все, он спит, но... Вот так он не выйдет. Вот такой, он еще больше не выйдет. Видите, плавает. Мы ставили пробку чтобы он не вылез, когда он залез. Ну, если он уже туда залез, это редко он вылазит. Лучше ставить, когда вы видите сразу, а потом через некоторое время вынимаете фрубку. Видите, там пробка есть. Смотри, какой у меня тут зоопарк целый. И бабочки, и шешни летают. Плавают, смотрите, как плавает хорошо. Он может так часами плавать, этот шешни. Смотрите, это просто бутылка. Я вот вытащила колпачок, так сказать, полбутылки отрезана. Вставляете внутрь. И ни муха, ничего. Редко муха. Мухи хитрые. Они больше-меньше. Они могут иногда вылезти. Но шершень никогда не вылазит. Смотрите, здесь тоже бабочки какие-то плавают. А здесь шершень один. А здесь у меня тут куча и шершни, и бабочки, и мухи, и чего только тут нет. Так что работает 100% проверенно. Мы уже много лет ими пользуемся. Рассказывайте вы, у вас шершень есть или нет. Мне интересно. У нас их многовато, да. Не можно сказать много, но многовато. Каждый день мы ловим один, два, 100%. И так они залазят в бутылку и нам не мешают. Потому что иногда даже в дом под крышу хотят сделать гнезда. А так мы уже не видим. Ни разу не прилетал к нам в дом где-то под окнами или под крышей, чтобы делали гнезда. Так что делайте так, и все у вас будет в порядке. Мятный сироп. Альколь люболи. Или любой алкоголь. Я не знаю как это переводится. Сейчас посмотрю в интернете и напишу. Любой алкоголь. Можно даже пиво налить немножко. Или водки. Или что у вас есть. Спирта немножко. Лишь бы что-то было такое. Оно потом делает ферментацию. И все мушки разные. Все лезет туда внутрь. В эту бутылочку добавляем с водой. Мои цветочки. А это лайк. Сто процентов лайк. Мои цветочки. Смотрите какие красивые. А смотрите что тут плавает. Где мой шмель. А вот видите он двигается. Этой ловушке уже неделя или больше. Потому что вода становится прозрачной. И вот видите. Какой красивый. Заглянул ко мне в гости. Один уже умер там плавает. Видите. А второй вот живой. И все мои такие ловушки работают. Я сейчас другие покажу. Здесь он умер. Видите. И здесь есть два. Плавает. Один. Второй. Видите. Там даже может три. Три. Смотрите. Их не хорошо видно. О. Один еще движется. Тоже. Они долго движутся. Они могут день так плавать. В общем. Работают. Сто процентов эти ловушки работают. И мои цветочки. Красавчики. Смотрите. Какие. Прелести. Октябрь закончился вообще. 25 октября. И у меня цветочки такие. В этом году у нас тепло. Сентябрь. Октябрь. 20-25 градусов. 28 градусов. Даже градусов было два дня назад. В общем. Красотень. Подписывайтесь на мой канал. Есть много вкусных рецептов. И до скорой встречи на моем канале.